Привет, рад снова видеть вас у меня на канале, на связи Лукас. И в этом видео я подготовил для вас уйму крутой и полезной информации, касательно продвижения сюжета, подтверждающих вводную тематику фактов грядущего третьего сезона второй главы, а также надоевшую мне тему неоновых крыльев. Просто всю личку завалили вопросами о них, и надеюсь это видео будет вам полезно и интересно. Ну и конечно же, я бы хотел напомнить вам про мой мега жирный розыгрыш 10 боевых пропусков, специально для подписчиков моего канала. Будет 10 победителей, а значит, твои шансы урвать свой боевой пропуск очень высоки. Чтобы принять участие, нужно лишь быть подписанным на канал, оставить лайк на это видео, а также написать в комментарии, любой в принципе адекватный комментарий по теме ролика. Результаты мы подведем на стриме в день выхода 13 сезона. Но только, если на этом видео наберется 10 тысяч лайков, и опубликуем их в нашей группе во Вконтакте и телеграм-канале Лукот. Все зависит только от вас, друзья, так что действуйте. Ну а теперь хватит трындить, погнали на рекламу перед роликом смотреть. Чуваки, вы уже наверняка в курсе про группу ВК Крэйзи Бокс, в которой бот раздает халявные девайсы, гаджеты. В очередной раз я решил получить на халяву какой-то приз из бесплатной коробки. Вдруг мне повезет и выпадет айфон. Написал боту слово промокод, получил код и скопировал его, перешел по ссылке ниже и активировал. И получил самый неожиданный приз. Игру GTA 5 в Steam. Такая игра у меня уже есть, поэтому я ее продам и открою платные коробки. В общем, пиши боту и возможно ты сможешь выиграть даже новенький айфон. Ссылку на группу я оставлю в описании. Ну что ж, друзья, хочу начать с сюжетной информации, прежде чем приступить к разбору того, как получить неоновые крылья. Ведь сюжет самое важное. А третий сезон второй главы Фортнайт совсем не за горами. Думаю, уже все забыли, но в далеком первом сезоне второй главы мы уже с вами получали прямым текстом очень жирную отсылку на то, что будущее нынешнего Фортнайта будет так или иначе связано с водой. А вот почему. Помните это место? В одиннадцатом сезоне после нахождения этого места и появилась первая теория у аудитории Фортнайта о том, что близится потоп и наводнение. Ведь если вы присмотритесь, то увидите надпись NOA, которая по сути все объясняет. Ведь в переводе с английского это означает NOI. Да-да, друзья, тот самый NOI из библейской истории про NOE в ковчег, который спас все живое в далеком прошлом, по божьему велению, соорудив огромный ковчег и запустив на него каждой живой твари по паре. Тем самым спасая от погибели все виды живых существ на земле от наводнения. После того, как это место было найдено с этой надписью в Фортнайте, датамайнеры предположили и все коммунити вместе с ними, что второй сезон второй главы будет связан с водой и эту идею укрепляла та мелочь, что сезон был продлен и длился впервые в истории целых 4 месяца. Но вопреки всем ожиданиям, Epic Games с выходом второго сезона второй главы показали нам над чем-то усердно работали, добавив уйму новых мелких механик, агентов, искусственный интеллект, то есть ботов, а также кучу новых мелких локаций и с этого момента-то, наконец, и начались движения в сюжете второй главы Фортнайта. Но вопрос связанности Фортнайта с водным миром остался открытым. Ведь игроки уже давно, еще с первой главы, часто продвигали ту или иную идею, связанную с водной фауной. Но 12 сезон принес нам уйму новых догадок и подтверждение тому, что все-таки да, наконец это свершится. Долгожданное ожидание игроков сбудутся и Фортнайт, все-таки будет связан с водной тематикой. Ведь появились кучи файлов в игре и высказывания от разработчиков, подтверждающих то, что будет как и новые виды транспорта и изменения на острове, которые полностью перевернут нынешнюю мету и карту с ног на голову. Кстати, видео про эти вещи все еще свежо на моем канале, и если ты его не смотрел, то сожалею. Скорее кликай сюда и ставь на паузу, чтобы посмотреть его сразу после этого ролика. Это важно, чтобы быть в курсе событий. А я пока продолжу. А что послужит тому, чтобы все на острове перевернулось вверх, но, конечно, как и по традиции стародавних времен, это сюжетный ивент, которых уже, кстати, не было больше полугода. Приближающийся ивент носит кодовое название Судный день, и скорее всего, он будет сравним по масштабам со старым добрым ивентом Куба Кевина. Жду его с нетерпением, так как такого смачного сюжета не было уже очень давно в нашем Фортнайте. Думаю, теперь стало понятно абсолютно всем, что тематика 13 сезона точно будет водной. Если собрать все воедино, то это понятно. Строчки в файлах игры, говорящие о воде, водные виды транспорта, популяризации акулы, предположительный коллапс с Акваменом, который, скорее всего, будет секретным скином третьего сезона второй главы, и многие-многие другие мелочи дают нам в этом убедиться. Надеюсь, теперь мне не придется касаться этой темы, пока не выйдут официальные всякие тизеры и трейлеры. Считаю, я донес теорию о водном сюжете Фортнайта довольно развернуто, и приложил кучу подтверждений моим догадкам. Перед тем, как рассказать о получении крыльев, я, пожалуй, обрадую вас секретным розыгрышем. А конкретно, я хочу разыграть специально для подписчиков моего канала дополнительные 10 стартерпаков 13 сезона. Условия крайне просты. Нужно подписаться на канал, обязательно поставить лайк этому видео, досмотреть его до конца, и написать в комментарии, сколько времени вы уже играете в Фортнайт. Результаты я подведу также на одном из первых стримов третьего сезона и опубликую их в группе ВК и Телеграм-канале Лукод. Ссылки на них есть в описании. Но только, если на этом видео вы наберете 10 тысяч лайков. Все зависит только от вас, так что действуйте. Теперь же, думаю, можно поговорить и о неоновых крыльях, которые все так хотят. Ведь о них уже прогудели всевозможные новостные паблики, каналы и датамайнеры. Давайте для начала я расскажу о тех, кто уже получил неоновые крылья. Вы могли наблюдать различные футажи того, как кто-то красуется этими крыльями и да, это не ложь, они реально есть в игре. Но получили их на данный момент только крупнейшие контент-мейкеры в мире тематики Фортнайта. В основном это западные ребята. Для того же, чтобы вы тоже могли получить неоновые крылья, вам нужно будет следить за новостями. Epic Games сейчас тестирует отдельный режимный остров, который они решили разработать специально ради коллаборации и концертов. По словам разработчиков, в ближайшее время каждый игрок, посетивший те или иные микро-ивенты в виде концертов на специальном острове, будет получать неоновые крылья. Так что все, что нужно, чтобы получить неоновые крылья, это лишь следить за новостями о выходе микро-ивентов на этом острове, чтобы их не пропустить, побывать там и получить свою награду. Если вы не хотите пропускать такие важные микро-моменты, то не забудьте подписаться на мой ВК и Телеграм-канал, там я буду постить информацию о таких вещах максимально быстро. А также, не забывайте о моем втором канале с информативными видео по разным играм и нарезкам со стримов, и конечно же мой Твич, где я с вами провожу ламповое и рофловое время, общаясь, играя в разные игры, просто наслаждаясь компанией. Не забывайте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши, всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Fortnite. Ну а с вами, как всегда, был я, дядя Лукас, до скорых встреч в новых видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok